Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александра Киевская, и я рада вас видеть на своем канале. Со старта хочу вас порадовать тем, что вы увидите громаднейшую серию роликов из Чернобыля, потому что я сейчас нахожусь в Чернобыле, и первое здание, которое вы видите за моей спиной, это морг. Наконец-то это случилось, немного больше года прошло с того момента, как я последний раз была здесь, и вот я наконец-то здесь и готова делиться с вами тем, что я сейчас увижу, и нереально хочу, чтобы вы это увидели тоже, поэтому прежде чем начать это видео, поставьте ему лайк, и я вам обещаю, что видео с Припяти и Чернобыля будет просто море. Поехали! Я не знаю, что это, но здесь чем-то очень сильно воняет, вы даже себе не представляете, насколько. Не хочу трогать руками, но придется, походу, чтобы показать вам. Это калий у нас там, а может и не калий, может это настоящая кровь, кто его знает, похоже. Да, это место действительно внушает огромнейший ужас. Да, я это вижу своими глазами, друзья, вы это тоже видите своими глазами. Ты знаешь, я ожидала, что тут будет кровь, мясо, трупы, расчлененка, что тут будет как-то темно и страшно, но тут на самом деле действительно стремноватенько. Вот это место, я сейчас расскажу, Аня, быстренько, вот именно здесь резали трупы. Я знаю, помимо реагентов и пробирок, вот непонятно с чем. Советую. Ничего страшного, я уже ничего в своей жизни не боюсь, не знаю, что это, но оно, я так понимаю, запломбировано с того времени. Закупорено, да, так и осталось. Секционная. Ребят, даже в Припяти стоит стульчик на закрошке. Тут тоже какие-то пооставались остатки прошлого. Какая-то банка, тоже непонятно с чем. Ну и пиво, видно, здесь кто-то был. Вы представляете, сколько лежат здесь вот эти вот пробирки? Сколько лет вообще прошло, и они до сих пор здесь, никем не тронутые. Я только что дотронулась до стены, а на ней... На ней очень неприятный какой-то осадок чего-то. Она вся влажная, я не могу понять почему. Ну, вроде дождя как бы на улице нету, солнце светит. Я не понимаю, почему такое жесткое испарение. Вот эта стена, она не влажная, а вот эта просто, ну она мокрая, реально прикоснулась, у меня мокрая рука сразу стала. Посмотрите, что тут надо на дне каждый банк. Я вообще никогда в жизни не видела столько вот всего в одном месте. Ни одна вообще лаборатория в Киеве не сравнится с тем, что сейчас я вижу здесь. Внематочная беременность. 94-го года. Мадефака, что тут вообще люди делали? Кошляк какой-то. Не могу разобрать почерк. Во-первых, уже очень слевшая ткань. Прям выжженная, сгоревшая временем. Ничего нельзя прочитать. Каждую долбанную секунду я боюсь за то, чтобы никто нас здесь хотя бы краем глаза не увидел, потому что все то, что я сейчас снимаю, просто уйдет кому-нибудь в личные архивы, но не мне. Это царство заброшек, ребят. Я себя здесь чувствую просто невероятно. Вот такая вот она, друзья, Припять при первой съемке. Сама, если честно, в шоке. Не знаю даже, что говорить. У меня первый раз такой ступор. И я сюда шла специально с целью посниматься, но когда я нахожусь здесь, у меня просто слова сами не вяжутся. Я вернулась обратно к моргу. Сейчас прохожу через него, и мы идем в заброшенные дома. Уже дома, которые достигают уровня в 9 этажей, в 16 этажей. Мы сейчас с Сережей находимся в доме, который по рассказам, легендам был детским домом. В принципе, он очень не похож на детский дом, но что-то, да я думаю, здесь если покопаться и порыться, то можно найти противогаз, например. Можно найти вот такие же детские рисунки, картинки, книжки. Что-то, что свидетельствует о том, что здесь были дети. Вот, например, новогодние игрушки, вон они лежат. Смотрите. Интересно, есть ли сейчас эти дети или нет этих детей. Сколько им сейчас лет? Никто не знает этого, никто мне этого не скажет. Мы в Припяти сейчас находимся всего полдня, но за эти полдня уже успели достаточно много обходить, и все никак не можем добраться до зданий заброшенных. И как только мы до них доберемся, я чувствую, начнется что-то ужасное, что-то кошмарное, потому что начнет скоро темнеть, уже и так 2 часа дня. Если честно, то мы просто невероятно устали, и с большим трудом нам сейчас дается вся эта съемка, но мы будем снимать, потому что хотим показать это вам, посмотреть сами, потому что я здесь, будучи год назад, чуть больше года назад, практически ничего не успела посмотреть. И вот, наконец-то, у меня есть достаточное количество времени, чтобы показать вам все то, что я хотела, и все, что хотели видеть вы у меня на канале, поэтому погнали смотреть дальше. Так, сейчас мы находимся на улице Огнева 3, как вы видите, и все, что вы сейчас видите дальше, это был санаторий. Немного вам советских лифтов. Кстати, вот эти лифты выглядят здесь намного лучше, чем в домах в Киеве. И сейчас направляюсь по какому-то длинному холодному коридору в 102. Это что у нас? Комната милиции, что ли? На самом деле, даже здесь, если честно, то очень не хочется кого-то встретить. Я знаю, что в таких местах можно встретить кого хочешь. Например, как в прошлый раз, когда мы ходили в Чернобыль, мы встретили зэков, которые бежали с Беларуси в Украину. Это было не очень прикольное зрелище, я вам так сказать. Тоже, когда тебе сейчас ночью случится какой-то закорёнок, и просит у тебя подкурить, или попить, или сигарету. Вообще, неважно, что он просит, просто факт того, что он сейчас стоит рядом с тобой, и что-то может случиться. Короче, одним словом, это просто неприкольно. Погнали дальше. Посмотрите, просто вот что время делают с домами. Прошло совсем немного, домов уже практически нету. Они уже почти все разрушены, почти все упавшие, и не исключено, что скоро, со временем, этих домов просто не станет. Их сотрёт вообще время с лица земли. Если честно, то в мистику Чернобыля я верю. И я на самом деле после просмотра фильма «Чернобыль. Зона отчуждения», первая и вторая часть, я до сих пор думаю о том, что когда я буду находиться в Чернобыле, то зона меня не будет отпускать, я буду ходить по кругу и никогда отсюда не смогу выбраться. Сейчас, ребят, мы находимся под медсанчастью. Сюда в день взрыва привезли первые 100 человек, которые пострадали. Именно в это здание съехали все пожарные, которые принимали участие в ликвидации пожара. Вот так вот я примерно сейчас буду выглядеть, всё видео, друзья. Потому что, заходя в это здание, надо обязательно иметь при себе вот эту вот штуковину, потому что фонит там просто невозможно. И дабы не надышаться лишний раз радиационной пылью, приходится одевать вот эту штуку. И погнали. Со старта, ребят, коляска инвалидная, кровати, какой-то непонятный порошок. Вот сюда вот, ребят, приезжали кареты скорой помощи и вот сюда вот заносили тех, кто пострадал. Ещё одна коляска. И лестница наверх. Какая-то дверь. Слушайте, мне не нравится эта дверь. Но я её хочу открыть. Закрыто намертво. Надо найти вход. Странно, но почему у нас закрыты? Все двери вообще во всех домах, во всех заброшенных здесь домах открыты. Абсолютно где бы ты ни был. Вот эта комната, ребят, у меня просто вызывает ужас. Я всю жизнь хотела увидеть это в реальности. И вот теперь я это вижу. И я понимаю, что я теперь больше не хочу такого видеть никогда. Смотрите, в банке торчит игла. И она очень и очень странная. Почему-то она железная. Я никогда не видела ещё таких иголок. Здесь какие-то, опять же, пробирки. Плакаты, записи. Вот плакаты в ряде курения, я так понимаю. Это кто-то специально делал здесь. И вот какие-то записи. 84-й стоп. Да, дата операции, месяц и число. Значит, здесь проводились операции на этом столе. Фух. 84-го года. Я так понимаю, была совершена одна из последних операций здесь. Вон там по коридору такое ощущение, как будто там кто-то сидит. Вы посмотрите. Смотрите, у меня в руках сейчас дозиметр. Допустимая норма 0,30. Вот сейчас вот как раз она у меня есть. 0,29. Сейчас вот чуть-чуть выше. А вот смотрите, вот прямо видите ткань? Это ткань от подшлемника, от каски пожарного, которая здесь лежит. И возле неё вот написано «Осторожно». Теперь смотрите на дозик. Аж в ушах закладывают. Я так понимаю, друзья, что всё то, что я сняла, это только начало. И дальше будет ещё круче, потому что мы сейчас, как я уже говорила, ограничены в перемещении. И когда наступит комендантский час, когда выйдут все патрули за такими, как мы, когда нас будут отлавливать, а обычные туристы будут просто садиться по своим автобусам и уезжать по домам, начнётся та самая жесть, которую и вы, и я так долго ждали. Ну а я пока с вами ненадолго прощаюсь. Сейчас буду перемещаться в другое место и обязательно всё вам покажу. С вами была Саша. До скорого ролика!